На телеканале CBC время передачи час предпринимателей, я ее ведущая Хаэла Мамедова. Мы возобновляем после небольшого перерыва очередные выпуски нашей программы, но вести их буду я не одна, а вместе с нашими ведущими экспертами. Я напомню, кто вместе со мной находится в отеле Hilton, где и проходят наши съемки. Это Руфат Гулиев, автор идеи час предпринимателя, депутат, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, доктор экономических наук, профессор Фархат Сатаров, член коллегии адвокатов Азербайджана. И, наконец, мы можем представить доктор философии в области права. Спасибо большое. И наш специально приглашенный гость – это Фарид Алиев, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана по риск-менеджменту и аудиту. А говорить мы сегодня будем о том, какую роль играет Государственный таможенный комитет Азербайджана в области улучшения качества ведения бизнеса в Азербайджане. Ну и, конечно, поговорим, что произошло в области предпринимательства малого и среднего бизнеса за тот прошедший период, который мы не выходили в эфир. А наши телезрители, предприниматели очень хотели, чтобы наша передача возобновилась. Да, господин Гулиев, по традиции, не будем ее нарушать, я предлагаю начать беседу именно с вас. Что произошло за тот период, который мы с вами не встречались в области бизнеса в Азербайджане? Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас скорость изменений в экономике страны, проведение реформ, оно растет. То есть, вот эти реформы, которые идут, в принципе, реформы были всегда за последние 25 лет, но сейчас именно чем отличается концептуальный переход экономики на более, я бы сказал бы, качественный новый рост. Значит, сегодня во главе угла стоит не просто экономика, а стоит экономика малого и среднего бизнеса. Почему? Потому что мы будем стараться идти по пути западных развитых стран. Допустим, в Японии, я это всегда говорил, это до 75% малый и средний бизнес. В Европе практически такие же цифры и в Соединенных Штатах. То есть, удельный вес товаров и услуг малого и среднего бизнеса достигает вот таких цифр. У нас поставлена задача, чтобы ближайшее будущее быстрыми темпами, чтобы мы достигли половины вала внутреннего продукта, который будет базироваться на малом и среднем бизнесе. Концептуально изменилось и происходит изменение в системе управления экономикой. То есть, последние распоряжения господина президента, последние реформы, я бы хотел сказать, омоложение кадров. То есть, это тоже, это новая кровь в управлении, значит, экономикой. Это и сочетание, вот буквально на днях господин президент выступал и сказал, что именно мысль была такая, что нам нужно сочетание молодых кадров с мудростью людей, которые уже работают достаточно долго. То есть, я бы сказал бы таким образом, квитэссенцией наших последних изменений, значит, за последние 4-5 месяцев, это есть курс на расширение экономики, более, значит, его интенсификацию и больше рост ненефтяного сектора. То есть, нас, я всегда говорю, удовлетворяет ход развития экономики, ход развития ненефтяного сектора, но не удовлетворяет, ссылаясь на господина президента, который, когда рассматривали итоги 9 месяцев, он сказал, темпы, нам нужны более быстрые темпы, и, значит, темпы роста и темпы прироста. И экономики, то есть, 3% это уже, хотя в мировой практике это считается достаточно хорошим, значит, процентом роста, но именно, значит, темпы роста ненефтяной экономики, они должны быть кратно выше. Вот в целом я хотел бы это отметить и сказать, что с каждым месяцем для мелкого и среднего бизнеса создаются все более и более удобные условия работы. То есть, государство делает практически все, что возможно в правовом поле, чтобы наши мелкие и средние бизнесмены работали без оглядки. Вот в целом я бы сказал бы, вот изменения за 4 месяца или 5 месяцев, которые программа не выходила в эфир. Я вас поддержу, действительно, изменения значительные и масштабные, они очень много дают малому и среднему бизнесу, а также микробизнесу, о чем мы с вами не будем забывать, тем более уже критерии определили, как разделять между собой микропредпринимателей, предпринимателей малого бизнеса и среднего бизнеса. Господин Сатаров, предлагаю сейчас подключиться вас, также по традиции, вот ваше вступительное слово к нашей передаче, мы достаточно давно не встречались. Спасибо большое, Хайл Хаом. В принципе, если по теме дня говорить, в любом случае, как известно, таможенные службы – это один из основных органов государства, которые обеспечивают экономическую безопасность государства. И, соответственно, те реформы, которые осуществляются со стороны руководства страны, всегда находятся в фокусе общественного внимания, потому что значимость и необходимость вот этих реформ, то есть она с каждым годом становится все более существенной, потому что увеличивается количество предпринимателей, которые тем или иным образом соприкасаются, значит, вопросами экспорта, импорта товара. И в этой связи, прежде всего, я хотел бы отметить, что вот за последний период осуществляется последовательная, значит, реформа в сфере упрощения таможенного процедуры. Соответственно, внедряются инновационные методы, опять-таки, как для учета и для регистрации, как ввозимых и, опять-таки, вывозимых товаров. Также эти методы используются непосредственно для упрощения таможенной формальности и обеспечения транспарентности в этой сфере. И, конечно, основным аспектом, который служит обеспечение транспарентности в сфере таможенного регулирования, это, прежде всего, минимизация контактов между таможенными инспекторами и предпринимателями. Может быть, даже их в какой-то мере исключение. И в этой сфере, конечно, оплата и таможенных тарифов, и налоговых отчислений в безналичном порядке, также внедрение электронных услуг, которые оказываются физическим и юридическим лицам, является важным подспорьем для обеспечения транспарентности в этой сфере. Но в любом случае, в конечном итоге, эффективность проводимых реформ соизмеряется увеличением уровня отчислений, которые направляются в государственный бюджет. На мой взгляд, краеугольным моментом здесь является то, что наряду с стремлением пополнить государственный бюджет, одновременно максимально должны быть обеспечены права и законные интересы предпринимателей. Потому что пополнение бюджета и обеспечение прав и законных интересов предпринимателей в некоторой степени это не носит не взаимоисключающий, а взаимозависимый характер. Почему? Потому что, как известно, если в долгосрочной перспективе деятельность предпринимателя будет успешной, естественно, это будет влиять и на пополнение бюджета. Особо я хотел бы, конечно, подчеркнуть указ господина президента о внедрении пропускной системы «Зеленый коридор». В соответствии с этим указом обеспечивается ускоренное перемещение товаров и транспортных средств через таможенные пропускные пункты. Наверное, эта тема более подробно соревнована. Мы дали небольшую передышку, пока Фарид Малим, да, потом все вопросы будут адресованы, я так понимаю. Прекрасно все сказано. Единственное, что хочу дать информацию нашим предпринимателям, и одновременно это будет уже служить еще одним вопросом для уважаемого нашего Фарид Малима. Таможня и еще одна функция, помимо фискальной функции, функция протекционизма. То есть государство может, значит, пользоваться таможней, использовать, точнее, таможню в протекционистских целях. Что я имею в виду? Обратите внимание, и наши мелкие и средние предприниматели, а также микропредприниматели должны знать. То, что сегодня завозится, но может быть, значит, выращено или произведено в Азербайджане, потихоньку будет переходить под протекционистскую политику, и государство, значит, используя свои рычаги, будет направлять местных предпринимателей, значит, сельхозпродукцию производить, точнее, выращивать здесь, товары, которые могут быть производиться, чтобы они производились здесь. Вот в этом, я думаю, вы на этот вопрос тоже чуть шире ответьте. Я знаю, что это очень важно для сегодняшней экономики, защитить отечественный рынок. Кстати, по этому поводу я несколько раз вот говорил, почему мы не стремимся так быстро, есть политическая воля вступить в ВТО, но мы не стремимся. Почему? Потому что нам надо создать мощную свою базу и сельского хозяйства, и продовольственной промышленности, обрабатывающей промышленности, чтобы далее, чтобы мы могли успешно конкурировать со всеми странами. Вот только я хотел... Руфатман, я извиняюсь, вот как раз-таки вот поддержка вот ваших слов, вот Фарид Малин возглавляет Департамент управления рисками, да? Да. То есть я думаю, что вот один из основных моментов является то, что вот наряду с стимулированием внешней торговой деятельности, да, таможенные органы одновременно должны обеспечить защиту, как вот вы говорите, вот именно внутренних потребителей, участников. Но мы когда говорим о защите, сразу начинает перед глазами появляться борьба с оружием, с наркотиками и так далее. Нет, нет, господин Олеев, я прекрасно понимаю господина Сатарова. Он сейчас говорит именно со своей точки зрения, как человек, который является адвокатом, юристом, доктором философии в области права, членом коллегии адвокатов Азербайджана. Человек, который соприкасается непосредственно с предпринимателями практически ежедневно и сталкивается с этими насущными проблемами. Вы тоже, я не буду скрывать, что вы также часто встречаетесь с представителями бизнеса, объясняете им, как необходимо действовать в той или иной ситуации. Но мне сейчас очень жалко вот просто фаорит на льву, потому что я... Мы фаорит на льву дадим поле деятельности. Здесь надо вопрос. Вы знаете, так как у нас все-таки программа прикладной характер носит, надо еще отметить, что у нас есть в законе то, что таможня не будет облагать значит таможенные пошлины, оборудование, которое возится. В общем, об этом тоже... В рамках инвестиционных проектов. Да. Об этом тоже хотелось бы услышать. Конечно. Но давайте сначала дадим слово. Давайте вам слово. Да, фаорит на льву по поводу того, что произошло за этот период. В свою очередь хочу довести до вашего сведения, что, как мы знаем, реформы, проводимые господином президентом, не обошли стороной таможенную сферу. В частности, я хотел бы сказать, вернее, указать о реформах, проведенных в последние полтора года. То есть, в последние полтора года в таможенной сфере были проведены фундаментальные структурные кадровые реформы, в результате чего удалось обеспечить прозрачную деятельность таможенных органов, безупречные фискальные показатели и значительные успехи в борьбе с контрабандой. Касательно фискальных показателей я хотел бы довести до вашего сведения, что по состоянию на текущие 10 месяцев 2019 года бюджетный прогноз был перевыполнен на 17%, и в бюджет было перечислено 3,6 млрд манатов приблизительно. Это на 17% больше, чем предусмотрено в бюджетном прогнозе. Файна, я извиняюсь ради бога. Не в ущерб. А за счет чего было перевыполнение плана? Сейчас я этого тоже коснусь. Более того, по состоянию на сегодняшний день, бюджетный прогноз на год, предназначенный для таможенного комитета, то есть по линии таможенного комитета, он был перевыполнен. Пополнение бюджета по таможенной линии было обеспечено, естественно, за счет обеспечения прозрачности в этой сфере, за счет легализации, то есть за счет борьбы с теневой экономикой. и фактически правильного подхода к таможенному оформлению, к таможенному контролю и всего из этого вытекающего. Впоследствии этого были показатели, которые превзошли показатели, соответственно, за 2017 год на 2 миллиарда монатов. То есть в сравнении с 2017 годом бюджет был перечислен на более предусмотренного 2 миллиарда монатов. А если с 2018 годом сравнивать с прошлым годом? То есть с прошлым годом предусмотрено где-то на 700 миллионов монатов больше. Но давайте сразу несем ясность бесконечного роста. Я очень извиняюсь, мы предусматриваем перевыполнение бюджетного прогноза на 700 миллионов монатов. А, до конца года. Да, до конца года. Фарид Малин и наши уважаемые гости, а также наши телезрители, они должны знать, что в принципе бесконечного повышения сборов от таможенного органов, оно не может происходить. Естественно. Да, оно все служит для того, чтобы экономику развивать внутри страны. Да, фискальная служба, она должна приносить, так сказать, пополнять бюджет. Но она должна больше, с определенного момента она должна больше стимулировать, чтобы люди занимались бизнесом внутри страны. Хочу сразу предупредить по поводу сельского хозяйства. Пример нам приводит американское сельское хозяйство, даже если мы эту модель возьмем, я хочу сказать, вполне авторитетно, как экономист. Максимум 25-30% сельского хозяйства, а Америка известна своими успехами в сельском хозяйстве, это крупный бизнес, агробизнес. Остальное все, мелкие и средние предприниматели. В Германии 99% людей работают в мелких и средних предприятиях. То есть, почему это, я ремарку свою внес, уважаемый Фердмен. Да, эти вот пока будут какие-то определенные росты за счет каких-то резервов там. Но если даже сегодня этот рост, вы показываете достаточно высокий разницу между тем, какие были поставлены вам и тем, чего вы добились, просто надо учесть, что в дальнейшем мы будем, то есть государство будет все больше и больше составлять планы на то, чтобы росли доходы больше от налогов, нежели как от таможенных служб. Для этого надо развивать экономику внутри страны. Сейчас реформы касались и налоговые службы, и таможенные службы. Да, в поддержку вами сказанного я хотел бы отметить, что государством поддерживаются все инвестиционные проекты, связанные с аграрным сектором. И впоследствии этого я могу сказать, что практически все связанное с аграрным сектором является предметом для освобождения от таможенных служб. Более конкретно, и еще этот вопрос я хотел вам задать. То, что 7 лет, ну это больше относится к налоговому, но к вам относится то, что таможенные, там освобождение. Да, вот это нам надо, чтобы наши телезрители услышали и поверили, и есть ли там какие-то условные какие-то или что-то там есть. Вот это открыто скажите нам, пожалуйста. Ну, в общих чертах я хотел бы сказать, что в рамках инвестиционных проектов, связанных с аграрным сектором, не только с аграрным, то есть со всеми... С любыми? С любыми проектами, возводимыми на территории Азербайджанской республики, государство предоставляет льготы на 7 лет фактически. И на импорт всего оборудования, и связанного, так скажем, и связанного всего с этими проектами от уплаты импортной пошлины и НДС. И это прописано в законодательстве. А разница есть, он будет производить каучук или будет производить там компот? Нет, фактически льготы предоставляются на сам проект. То есть весь проект будет предметом освобождения. Чтобы этот проект был актуален, и чтобы он у вас прошел, какие стадии есть его... Тут я хочу внести поправку. Проект одобряется Министерством экономики Азербайджанской республики. Так. И после этого они... Автоматом он же будет не облагаться, то есть из-за... Фактически, да. Час предпринимателя. Проект телеканала CBC. Обсуждаем вопросы развития малого и среднего бизнеса. Полезные советы и рекомендации от участников передачи. Ждем ваши вопросы на номер, который вы видите на экране. Смотрите каждую субботу. Были такие отчисления, там прогнозируется 17 процентов, да, рост... Нет, 17 процентов за 10 месяцев вы перевыполнили. За 10 месяцев уже перевыполнили. К концу года еще больше. То есть, по идее, когда это слышат представители бизнеса, это немножечко для них... Пугает их. Да. Ну, скажем так, грубо говоря, пугает. То есть, страх того, что все ли делается правильно. Вот говорил Фарид Майлем про прозрачность, про все это. То есть, я хочу услышать от Фарид Майлема, уверена, что и предприниматели хотят услышать, что предпринимается со стороны Государственного таможенного комитета для представителей бизнеса, да, чтобы они, вот как выразился господин Гулиев, не боялись. И при этом были, скажем так, удовлетворены тем, что делается, да, и спокойно шли на контакт. Ведь вы даже проводите встречи, вы организовали совет специальный с Национальной конфедерацией предпринимателей, часто отвечаете на их вопросы. У вас еще такая инициатива появилась встречаться с предпринимателями, которые входят в торгово-промышленные палаты, да, которые представляют разные страны в Азербайджане. Вот с этой точки зрения, вот эти общения, вот эти вопросы, которые поднимают перед вами предпринимателя, чего они боятся, да, и как вы помогаете им перебороть этот страх? Нет, уже не боятся. Уже не боятся, но тем не менее, давайте немножко перефразирую вас. Господин Гулиев, к концу моего вопроса он уже не боится. Да, но я и так не боялся, слава богу, потому что не занимаюсь предпринимательской деятельностью. Здесь, понимаете, конкретнее более вопрос, да. Люди, которые сейчас смотрят на вас, они слышат слова, которые говорит официальный представитель, значит, государственной таможенной службы. Для мелкого и среднего бизнеса, может, я с вашего разрешения перефразирую, какие есть льготы? Понятно, большой бизнес, он большой, он всегда в приоритете. Время, как раз, Фарид, надо подумать, обдумать ответ. Да, 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 видите, мы вопрос вот так прокручиваем. Для мелкого и среднего бизнеса, потому что большой бизнес, он всегда чувствует вольготно. Что у нас в стране, что за рубежом везде. Не, ну там, вы понимаете, у них огромные ресурсы, не только ресурсы, имеется в виду не только денежные. Штат работников, понимаете, у них есть специалисты, которые знают. Мне всегда кажется, что как дети, большие дети, большие проблемы, маленькие дети, малые проблемы. Вы понимаете, этот вопрос в целом, в мире, он решен таким образом, да. Естественно, есть процесс, когда идет укропнение, концентрация и централизация. Этот процесс давно идет, и он будет продолжаться. Но, тем не менее, сегодня в Европе стал большим вопросом усиление мелкого и среднего бизнеса в процессе формирования среднего класса. Ведь Европу, Европа сделал не огромный бизнес, понимаете, а именно средний класс. Все не смеется всегда с кого-то. Вот это, как нам помочь понять, вот сейчас вот смотрят, зрители хотят услышать. Для мелкого и среднего бизнеса какие поблажки есть? Я вот что бы хотел в частности указать. Как я ранее указал, поступления в госбюджет зачастую в большинстве были обеспечены за счет предпринятых мер по фактически выявлению субъектов и по их легализации. Еще касательно вопроса, поднятого Хайлиханом, я хотел бы указать в частности, что мы сотрудничаем с торгово-промышленными палатами Германии, Франции, в том числе и с Конфедерацией предпринимателей Азербайджанской республики. Зачем мы это делаем? То есть для нас, в свою очередь, очень важно общественное мнение и мнение предпринимателей для усовершенствования наших сервисов, наших продуктов и нашей работы. Фактически в этом состоит общественный аспект нашей деятельности, чтобы в конечном итоге повысить качество и количество предоставляемых услуг фактически. В частности, хочу указать электронные услуги, которые Фархад Мэн тоже немаловажно указал. Количество электронных услуг, предоставленных таможенным комитетом, возгласно на 57%, что само по себе является значимым показателем и показателем доверия к этим органам. Фархад Мэн, как Руфат Мэн отметил, что наша передача носит прикладной характер. И, естественно, на нашу передачу смотрят очень много предпринимателей, которые… Конкретно верят в нас. Поставим так вопрос. Да, конкретно верят в нас, так можно сказать. Опять-таки, которые сталкиваются с проблем, с практическими проблемами. Вот из своего опыта я один вопрос хотел бы задать вам. Как раз-таки вы затронули этот момент, получение документа поощрения инвестиций. Допустим, у какого-то инвестора есть какой-то проект в сфере сельского хозяйства или в сфере промышленности не имеет значения. Как мы знаем, данный документ утверждается в виде, как в простонародье говорит, ташвик. Получается, значит, Министерство экономики. И далее на основании этого он начинает ввозить определенные, как бы, по определенной номенклатуре товары, которые освобождены от выплаты импортных пошлин, так же и импортного НДС. Вот случаются такие моменты, что, скажем так, подадим проект, который, допустим, систематически вводится в какие-то товары. Возможно, что они же не всегда, скажем так, можно определить для какого-то проекта. Возможно, здесь разница и в ТМВ код, скажем так, да. И не всегда получается, скажем так, да, Министерство экономики может это не утвердить. Вы понимаете, да, насчет того, что, да, это, возможно, не соответствует для данного проекта. И в этой связи, естественно, понятно, инвестор начинает страдать. Почему? Потому что он это инвестирует. Он начал этот проект, получил документ о поощрении инвестиций, но в полной мере не может реализовать свои права. Вот что вы можете комментировать на этом вопросе? Я, в свою очередь, хотел бы указать, что в процедуре получения документа о поощрении есть некоторые нюансы. То есть фактически документ о поощрении является документом, одобряющим весь проект в целом. Совершенно верно, да. По этому документу субъект внешне коммерческой деятельности на каждую импортную операцию должен предоставлять подтверждающий документ, что, опять-таки, называется «тестик». Да, утверждение. То есть утверждающий документ предоставляется на каждую импортную операцию, выполненную субъектом. И фактически, когда в рамках проекта могут быть или отклонения, или орган, выдающий эту «тестик» санады, может посчитать, что сам товар импортируемый не является частью этого проекта, орган может отказать в выдаче этого документа. И впоследствии, по предусмотренной процедуре, если нет документа, подтверждающего освобождение от налога и пошлин, мы не можем осуществить процедуру освобождения по факту. Вопрос, знаете, как… Спасибо большое, Фарид Малем, я вас понял. Но просто вопрос заключается именно в том, что при ввозе тех же самых товаров, возможно, скажем, опять-таки, под какой-то проект, с точки зрения, значит, Министерства экономики или так далее, это может быть какой-то номенклатура товаров двойного назначения, скажем так. Допустим, он предусматривает, что этот проект, это будет, да, или какой-то кабель и так далее. А по коду он заходит и так далее. Да, а по коду, соответственно, инвестор не может получить на это добро. Я понимаю, что возможно, что это не совсем, как бы, в вашей компетенции, да, но я хотел бы просто, да. То есть таможенная очистка проводится непосредственно в соответствии с предоставлением этого документа о подтверждении. Есть документ, есть очистка. То есть если есть документ, то никаких нареканий, ничего не будет. Естественно, их не может быть. Никаких задержанных. А у меня еще один вопрос. Несмотря на то, что вы не скажете, да, например, а это оборудование можно еще использовать для другого. Если ответственный орган подтвердил предназначение товара и то, что он используется в рамках, или будет использоваться в рамках инвестиционного проекта, при подтверждении подтверждающего документа, при предоставлении подтверждающего документа, льготы будут обеспечены. Безоговорочно. Здесь я просто один маленький такой, этот, маленькая ремарка, как вы говорите, господин Гулиев. Маленькая ремарка по поводу того, что если вдруг, вот как господин Сартаров сказал, пришел с этим утверждающим листочком, да, на таможню, а вот товар не пропускает, кому обратиться? Обратиться непосредственно можно в таможенный комитет в рамках административных процедур. А более конкретно? Более конкретно. Это апелляционная, да, или туда? Нет, это апелляционная советка присматривает. Это невозможно, если получил, значит, я... Добро? Да, если получил добро. А, нет, есть другой вариант есть. Я бы хотел внести ясность процедуры. Если при предоставлении подтверждающего документа таможенный орган не обеспечивает выпуск товаров, то это непосредственно жалоба, адресованная в таможенный орган. Но таких случаев быть не может, я вам с уверенностью заявляю. А случай, да, извините, такой случай. Проект в целом есть, но дело в том, что там, допустим, как говорил уважаемый Фархад Малим, там есть какие-то компоненты этого проекта, которые могут быть использованы в двойных целях. Его можно использовать и для своего оборудования, да, то есть его каким-то этим самым деталям, и для продажи. В этом случае, как тогда поступать? На целый проект дается вот это разрешение? Или дается только на оборудование, а вот на эти товары двойного назначения не даются? Как я указал, фактически импортируемые товары освобождаются в соответствии с поощрительным документом. Не подтверждающим, а поощрительным. Как Фархад Малим указал, тачфик сэнэдом. Поощрительный документ фактически освобождает от налоговой пошлины весь проект. И уже в рамках этого поощрительного документа предоставляются подтверждающие документы об освобождении. И фактически, если ответственный орган не счел нужным освобождение, он не будет выдавать подтверждающие документы. То есть в рамках одного проекта может быть 70% попадает, 30% не попадает. Самое главное, что нужно. Как легко получать эти поощрительные, утверждающие? Не, опять-таки, я непосредственно сам не обращался за получением вот этих документов. Но насколько я знаю, там есть перечень документов, бизнес-план и так далее. То есть они должны собрать это все документацию. Я думаю, что там особо таких... Да, у нас остался вопрос. Извините, у нас остался вопрос. Вот на вас сегодня, сейчас смотрят в данный момент мелкие и средние предприниматели и микро. Предприниматели. Маленькие предприниматели. Да. Что им новое, вкусное, скажем, таможенное может оказать, какие услуги, чтобы они с большим рвением занялись бизнесом? Знаете, в результате проводимых реформ мы можем гордиться тем, что мы предоставили сервис, так скажем, для всех участников внешнеэкономической деятельности, сервис на одинаковом уровне. То есть фактически все представители бизнеса, и большого, и среднего, и малого, могут осуществлять свои внешнеторговые операции, независимо от объема их инвестиций, независимо от объема их внешнеторговой деятельности, на одинаковом уровне. Единственное, что требуется от них, это прозрачность, предоставление документов, валютные потоки определенные, то есть фактически предоставление документов для соответственного осуществления валютного контроля, и, так скажем, предоставление всех возможностей для осуществления таможенной очистки. Тогда такой вопрос возникает. Привозит наш уважаемый мелкий бизнесмен какой-то товар. У него есть на руках определенный документ, подтверждающий, что товар обошелся ему, скажем, в X монаты, долларов, скажем, монаты. При въезде, то есть такое было, я когда встречался с предпринимателями, ему уважаемые таможенные органы говорят, что вы знаете, этот товар там в Китае или там, я не знаю, где-то, он стоит не X, а он стоит X плюс 5. Разногласия, разночтение есть, да? Он говорит, вот у меня подтверждающий документ. В таком случае куда должен обращаться предприниматель? Таможенные органы встречаются с такими... Повседневно, притом. Так скажем, да, однозначно. Но я хочу довести до вашего сведения требования законодательства в этой сфере. То есть закон о таможенном тарифе регулирует таможенную деятельность в сфере оценки для таможенных целей. То есть согласно данному закону существует 6 методов определения таможенной стоимости. И они все ссылаются однозначно на генеральное соглашение о тарифах и торговле. Фактически первый из 6 методов – это метод о договорной цене. Если субъект заключил контракт, перечислил деньги и однозначно получил свой товар, все документы сходятся, никаких несоответствий нет, цена принимается. Но тут могут быть многие моменты, которые могут не устраивать таможенный орган в момент оформления. То есть, как вы сказали, разница в цене, она часто встречаема. И, к сожалению, на сегодняшний день есть и остаются субъекты, которые стараются как-то избежать уплаты таможенных налогов и пошли. Умышленно снижая стоимость товаров. Умышленно снижая стоимость товаров. Это не только у нас в стране, и оно во всем мире. Это нормальное явление, и этого не надо пугаться. Понимаете, это да. У меня другой вопрос. Инвоз цена. Вот приносят вам документ инвоз цены. К инвоз цене, если она выпущена компанией, которая там брендовая или там ведущая, ну, короче, это не так, да, оно не произведено там на Малой Арнаутской где-то. Какие будут отношения к этой инвоз цене? То есть, как я сказал, будет принято решение о выпуске согласно первому методу оценки. То есть, если мы можем определить компанию, производившую товар, страну отправления, то есть, в соответствии с документами, предоставленными, то метод оценки будет первый, согласно цене контракта. И никаких надбавок, никаких корректировок в отношении к цене производиться не будет. Фарид Иванович, я извиняюсь. Вот, допустим, как у Фатмара нам указал, есть договор, есть инвозная цена, как минимум, есть презумпционная новость. То есть, если не доказано иное, то есть, принимается, что данный предприниматель, он поступает добросовестно. Правильно? Вот те методы, которые вы применяете, да, опять-таки, скажем так, вы смотрите, что эта компания непосредственно сама произвела и сама продает. Допустим, да, то есть мы не будем делать рекламу. Ну, Samsung, это известный мировой бренд, да, он покупает от этой компании. Или, допустим, есть какие-то посредники. Или не то, что посредники, да, какой-то эксклюзивный дилер или дистрибьютор. Там могут возникнуть вопросы, да? Вот там вот могут возникнуть вопросы или нет, да? Вот на примере, приведенном вами, Фарадмарин, если мы сравниваем две импортные и экспортные операции, одна произведена в соответствии с законодательством, отправка была от производителя, как вы сказали, фактически все документы это подтверждают. Но параллельно с этим, с другой стороны отправления может отправляться идентичный товар в цене различающейся от товара, отправляемого дистрибьютора. В этом случае таможенный орган проводит определенную проверку и принимает решение о корректировке стоимости в соответствии с той операцией, которая проводилась ранее, в течение 90 дней. И фактически, которая будет подтверждена. Нет, баллельно с ценовой компонентом всегда зависит от различных факторов. Скажем, во-первых, предприниматель, я извиняюсь, насколько предприниматель, это имеет значение форма платежа, скажем так, или может данный предприниматель платить в расстройстве, какие-то более-менее другие комфортные условия платежа, или объем закупа. Это все, конечно же, влияет. И, естественно, вот в этой сфере, на мой взгляд, должны быть какие-то более-менее универсальные факторы для определения... Ну, к этому они должны идти, и к этому, да. Но весь вопрос в том, что то, о чем мы сейчас говорим, оно существует во всех странах. Это конечно. Даже в таких странах, как Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея и так далее. То есть попытка привоза или попытка, так сказать, когда люди с собой привозят что-то или завозы, привозы и завозы, да. Час предпринимателя. Проект телеканала CBC. Обсуждаем вопросы развития малого и среднего бизнеса. Полезные советы и рекомендации от участников передачи. Ждем ваши вопросы на номер, который вы видите на экране. Смотрите каждую субботу. Я хочу сказать, что в принципе эти вопросы возникают везде и всегда. Люди всегда, ну, на то и предпринимателю он хочет снизить. У меня другой был вопрос. Не сошлись. То есть предприниматель говорит одно, доказывает, пытается доказать. У вас есть возможность выйти на предприятие, поставщика. Да, то есть и информацию у него взять. Куда ему обращаться? В пределах пока что-то можете. В суд, понятно, в любой момент он может пойти. Так скажем, если мы проверяем стоимость, или есть ли фактически принято решение о корректировке? Вот этого аспекта. Вот он привез что-то. Тот же самый Samsung, который, допустим, произведен не в Южной Корее, а где-то на каких-то островах, которые стоят реально дешевле. Вот там я согласен с вами. Там есть определенные моменты, могут быть, потому что от страны производителя могут быть какие-то попытки даже с таможенных органов, так сказать, корректировать. Оно я считаю, что правомерным. Но есть, когда привозят товар, и действительно завод-отправитель, вот он выдает, значит, этот товар. Это может быть или инвойственная цена, коносомент, или какой-то любой документ. И у вас есть возможность, значит, обратиться к этому предприятию, потому что на запросы таможенных комитетов во всем мире, всех стран, отвечают очень охотно. Я вам даже больше скажу. Мы не обращаемся к предприятию. Мы обращаемся к таможенной службе страны-контрагента. И вот, то есть, эта практика в данный момент очень широко используется. То есть, выходная цена и входная. Однозначно. Где есть разногласия по цене, товар выпускается или корректируется, или выпускается. И далее осуществляется запрос. Запрос таможенному органу страны-контрагента на предмет таможенной стоимости товара. В данном случае уже, если подтверждается экспортная стоимость товара отправленного, то есть, выпуск осуществляется в соответствии с ценой заявленной. Если фактически документы говорят о противном, уже проводится административно. Сколько дней может длиться? Какие есть ограничения? Там ограничений нету. Почему? Потому что фактически запрос осуществляется в другую страну, и уже у них свое законодательство в плане рассмотрения таких запросов. Хорошо. Он завозит фрукты, скажем, условно. Скоропортики 50. Я очень извиняюсь, я вас прерываю. Не в целях рекламы будет сказано, как Фарад Майям указал. На конкретном примере, если Samsung, произведенный на заводе, отправляется, предположим, из Южной Кореи, и тот же самый Samsung завозится из третьей страны по цене, заниженной на 30%, то это предмет для расследования, давайте так скажем. Знаете, люди иногда будут сейчас задавать вопрос, а почему это так? А я могу объяснить, потому что тот, который зовут, помимо законодательства, просто логика. Он может совершать, значит, не то, что противоправное, он может играть на цене. То есть он может влиять на конкурентную среду. Естественно. Правильно. То есть надо выравнивать все-таки позиции того, который привозит продукт, который сделан в стране оригинальный, и который привозит продукт, который сделан, да, сделан в какой-то другой стране, но разница большая. В любом случае, да, 5-7%. Но здесь тоже можно поспорить с вами, господин Гулеев, и с золотой серединой баланса, мне кажется, найти здесь очень сложно, правда. Учитывая вот эти все разночтения, учитывая различную информацию людей, которые представляют эту информацию, то есть есть, как отметил господин Саттаров, случаи, то есть случаи бывают разные. Совершенно верно. Если позволить, я еще по-риднаме... Мы сегодня сильно... Как вы сказали, одну ремарку еще сделаю. В администрациях, можно сказать, всех стран, таможенных администрациях мира, правила определения таможенной стоимости являются очень тонким и чутким моментом. То есть везде, как вы сказали, есть совокупность очень многих факторов, влияющих на определение таможенной стоимости и на определение решения о выпуске. Ни в одной стране мира, в том числе в ведущих странах, я имею в виду Южная Корея, Япония, Америка, Германия, Франция, таможенные вот эти документы, это не догма. То есть они меняются и могут за год там десятки и сотни раз изменяться определенные. То есть это есть нормальный процесс. Происходит процесс глобализации. Экономика стран, они переплетаются с другими странами и выстраивается всемирная экономика. Поэтому идет, значит, вопрос того, что надо оперативно реагировать и оперативно. Каждая страна, естественно, хочет зарабатывать больше. Это в интересах страны. Совершенно верно. Вот это я хотел бы сказать. Спасибо. Фарин Марин, опять-таки, да, как вы отметили, то есть насчет предпринимателей, которые работают в сфере сельского хозяйства. В начале своего выступления мы про это отметили, что они есть целый перечень льгот и привилегий, которые применяются. Да, скажем, был такой конкретный кейс насчет того, что предприниматель, ввиду определенных причин, ну, субъективных, объективных, не будем уже вдаваться подробностей, так получилось, что он ввозил товар, который должен был освобожден от выплаты НДС импортного, но он выплатил. И это ушло как бы в бюджет. То есть какова процедура может быть возвращения предусматриваться? Процедура возвращения предусмотрена непосредственно в таможенном кодексе. Если было определено в ходе проверки, что таможенные налоги и пошлины были рассчитаны неправильно или было принято неправильное решение в их расчете, фактически... Здесь не вопрос расчета, здесь вопрос выплаты. То есть там расчета не было. То есть там конкретно предприниматель не должен был выплачивать это. Нет, это тоже вопрос для рассмотрения, потому что каждый конкретный кейс, он должен рассматриваться со всех сторон. Мы не знаем фактически, о каком товаре идет речь. То есть если речь идет о процедуре, то процедура выплаты, она конкретно административно прописана. Но вопрос о том, что является ли импортируемый товар объектом освобождения от таможенных налогов и пошлин, это тоже опять-таки он предмет для размышления. Нет, есть конкретная статья налогового кодекса, согласно которому там это все предусматривается. Вот тут я хочу детализировать. Ранее все льготы, предоставленные по НДС при импорте товаров, были прописаны конкретным постановлением Кабинета Министра. Совершенно верно. Одиннадцатым постановлением, которое сейчас не в силе. Совершенно верно. В одиннадцатом постановлении Кабмина конкретно предназначали все коды, которые предусматриваются в той или иной сфере для освобождения. К сожалению, когда эти льготы перешли соответственным распоряжением в налоговый кодекс, то такого перечня кодов не было. Совершенно верно. То есть там конкретно прописано, что оборудование предназначенное для сельскохозяйства и так далее. Но зачастую многие субъекты предпринимательства декларируют товары под коды, которые не соответствуют по предназначению, но соответствуют по законодательству, будучи объектом для освобождения от налоговой почты. Вот в итоге создаются такие коллизии и проблемы. У нас есть время, у меня еще вопросы есть. Есть, есть, есть. Я извиняюсь, мы просто на WhatsApp номер мы получили, значит, эти вопросы и сообщения. Кстати, я напомню, наш WhatsApp номер это 77781018, он снова активен, и вы можете отправлять свои сообщения. Да, наш телезритель обратился насчет того, что предусматриваются ли какие-то льготы по поводу ввоза электромобилей. Понимаете, да, это вопрос такой, что всегда и экологическая безопасность, и держать этот баланс, он всегда, очень всегда является... И рост электромобилей будет выше. И, кстати, выходит очень дорого. Это в последнее время очень актуально обсуждается в общественности. Как и во всех странах, как и во многих странах, в Азербайджанской республике, как мы знаем, поощряется, опять-таки, использование автомобилей, которые причиняют более меньший вред экологической среде. Азербайджанская республика не исключение, и хочу довести до вашего сведения, что согласно изменениям, внесенным в налоговый кодекс, если я не ошибаюсь, в ноябре прошлого года, импорт электромобилей был полностью освобожден от НДС. Нет, а по таможенным пошлинам, я имею в виду. По таможенным пошлинам эти пошлины на сегодняшний день есть, в размере 20, но это тоже предмет для рассмотрения, потому что в виде актуализации, опять-таки, импорта этих актуалов... Стимуляции, да. Стимуляции, да. То, что касается нулевого платежа по оборудованию, который вводится в рамках инвестиционного процесса, да, мы долго говорили. Он касается только производства, или там может быть частичное производство, частичное обслуживание. Скажем, открывается, скажем так, открывается какая-то там компания, которая будет одновременно перерабатывать какую-то сельскохозяйственную продукцию, и одновременно при нем будет открываться там кафе, сетевые и так далее. Вот это оборудование, которое касается именно, вот просто ваше мнение, да, это понятно, что вопрос больше к Министерству экономики, нежели к вам, да. То есть он такой комбинированный характер будет носить, то есть он будет обрабатывать какие-то сельскохозяйственные там что-то, допустим, выжимать сок там, я не знаю, что такое делать. То есть, и будет же оборудование, которое предназначено тот же самый сок, допустим, продавать внутри павильона или кафе, сетевые. Ваше мнение какое? Полностью он надо, значит, или полностью он у нас уходит в нулевой, или берут просто то, что производительная часть производства, а это не производство? Как вы указали, инвестиционный проект, он оценивается компетентным органом на предмет того, что будут ли эти инвестиции окуплены в итоге. Окуплены кем? Окуплены владельцам? Нет. Принесут ли они дальнейшую пользу? Государству. Естественно, общественности и государства. То есть для этого и была создана вся система инвестиций. А если это сфера обслуживания? Нет. Но в итоге, опять-таки, компетентный орган, если вынес решение о том, что данное оборудование будет одновременно осуществлять какие-то производственные процессы, и, как вы сказали, какие... Но, если честно, я на примере не могу представить, какое это оборудование будет одновременно и... И переработкой заниматься. Нет, продав свой же продукт, он будет... Моё субъективное мнение состоит в том, что если это оборудование каким-то образом будет участвовать в производстве чего-либо и будет в рамках инвестиционного проекта, то импорт будет предметом для освобождения. Но в итоге, опять-таки, компетентный орган будет решать. Фарик Манн, спасибо большое. И еще один момент вот в начале вот нашей передачи, то, что мы ответили по поводу того, что на самом деле реально за последнее время совершенствуется и нормативно-правовая база, и как раз-таки то, что мы подчеркнули вот указ господина президента о вот зеленом коридоре. На эту тему я хотел бы, чтобы вы немножко поделились своими соображениями. Насколько я знаю, этот указ начал применяться с февраля данного года. У меня, значит, вопрос, во-первых, какие предприниматели обращаются вам, то есть предприниматели, которые, то есть я так понимаю, что это те предприниматели, которые более интенсивно занимаются экспортно-импортными операциями. И второй момент, который я хотел бы уточнить, вот из общего объема внешнеторговых операций, вот каков вот процент, процентное соотношение тех, которые производятся участниками, которые получили право пользования вот зеленым коридором. Спасибо большое, Фарадман. Это действительно очень актуальный вопрос, так как, как мы знаем, согласно постановлению господина президента с прошлого года, ну, так скажем, подписанного в прошлом году, Система «Зеленый коридор» начала свое действие в феврале текущего года. И интерес участников внешнеэкономической деятельности к этой системе был очень велик, так как с начала запуска системы более 700 компаний обратились о праве получения, с целью правополучения этой системы. И более того, более 500 субъектов получили это право. Им было, оставшимся было отказано? Да, отказано, потому что, фактически, там в самих правилах выдачи, опять-таки, и участия в системе «Зеленый коридор»… Если год должен быть опыт… Опять-таки, там есть определенные критерии, но еще есть немаловажный фактор. Сама компания, согласно критериям таможенных органов, должна относиться к степени риска, к низкой степени риска. Совершенно верно. И тут есть, опять-таки, много совокупных факторов, один из них мы указали, да, то есть компания не должна быть замечена, где-то в процессе попытки занижения таможенной стоимости, в процессе подмены кода внешнеэкономической деятельности, опять-таки, с дальнейшей целью занижения, то есть, или, так скажем, да, избежание уплаты таможенных платежей, или же, так скажем, не должна быть привлечена к какой-либо уголовной или административной ответственности. То есть, там большая совокупность факторов, которые влияют на принятие решения о выдаче субъекту права пользования системы «Зеленый коридор». Что касается объема, это отдельный предмет гордости. Около 25% объема импорта осуществляется участниками системы «Зеленый коридор», а эта цифра немаленькая, я хочу в конкретном исчислении сказать. То есть, из этих 500 участников, которые получили право пользования, то есть, они в общей сложности составляют 20%… Нет, так скажем, у нас само право пользования системы «Зеленый коридор» делится на два типа. Право пользования при импорте и право пользования при экспорте. Нет, я имею в виду общий внешнеторговый… Общий внешнеторговый оборот, так скажем, то есть, если внешнеторговый оборот, около 6 миллиардов долларов внешнеторгового оборота составляют участники проекта «Зеленый коридор». В частности, около 25% импортных операций в исчислении статистической стоимости и 28% экспортных операций. Но что радует, то есть, 61% экспортированной сельскохозяйственной продукции Азербайджанской республики составляют участники проекта «Зеленый коридор». Спасибо вам большое за то, что пришли и приняли участие. А вам, по ритмаме, особое спасибо за то, что вы терпели наши вопросы. Да, наши натиск. Да, я в свою очередь тоже вас благодарю за приглашение, за дискуссию, актуальную дискуссию, потому что мы затронули очень много аспектов, интересующих общественность. Я напомню, в эфире телеканала CBC вы смотрели передачу «Час предпринимателя». Мы возобновили наши выпуски, они выходят еженедельно. Напомню, в субботу, в воскресенье мы повторяем, и еще в повторе вы передачу можете посмотреть и в понедельник. Обратиться к нашим ведущим экспертам за консультацией с вопросами можно по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах. Это плюс 994-77-780-18. Я напомню, что первый выпуск мы посвятили роли Государственного таможенного комитета Азербайджана в улучшении бизнес-среды. И нашим специальным гостем выступил как раз начальник управления Государственного таможенного комитета Азербайджана по риск-менеджменту и аудиту Фарид Алиев. Ну и, конечно, я должна представить наших ведущих экспертов, без которых эта передача не состоялась бы. Автора идеи часа предпринимателя Руфата Гулиева, депутата, члена парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, доктора экономических наук, профессора. У господина Гулиева очень много интересных сейчас еще предложений по продолжению нашей программы. Есть у нас уже список. Да, спасибо вам большое за это, господин Гулиев, Пархат Сатаров, член коллегии адвокатов Азербайджана, а также доктор философии в области права. И вам большое спасибо за то, что принимаете участие. И поздравляем вас. Спасибо большое. Ведущего эксперта передачи. О съемке программы, я напомню, проходят в отеле «Хилтон». Вела передачу я, Хайл Мамедова. Прощаемся с вами до следующей недели. Отправляйте вопросы. Может быть, именно ваша тема и станет нашей темой обсуждения на следующей неделе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова